Вор в законе Нурахман Мамыров, Мутай Эта личность до сих пор остается культовой для криминального мира Сибири и Алтая, и это неудивительно, много лет подряд вор в законе, Мутай жестко и планомерно делал все, чтобы сохранять свой контроль за регионом, и с его именем связывают не одну кровавую историю. Юность и первый срок Казах по национальности, Нурахман Калевич Мамыров, родился в городе Барнауле 13 мая 1953 года. Первое наказание, по закону, он получил еще в свои 15 лет, подросток совершил грабеж, и ему пришлось отбывать срок в бийской воспитательно-трудовой колонии для малолетних преступников. Там, в колонии, он получил общее среднее образование, и забрал аттестат об окончании школы, причем учился малолетний заключенный хорошо, и особенно ему давалась математика. Однако после выхода из колонии юноша сделал довольно правдоподобный, по тем временам, жизненный вывод, нормально жить и быть уважаемым членом советского общества после такой юности, и к тому же принадлежа к нацменьшинству, он бы вряд ли смог. К тому же, Нурахман уже вошел во вкус воровской романтики, помимо влияния реально окружавших его преступников, на него оказал впечатление цикл книг про Дона Карлеони и итальянскую мафию, и уже тогда паренек решил достичь цели стать криминальным боссом. Судимости В 1970 году последовала уже настоящая судимость, в этот раз ему пришлось отсидеть 6 лет во взрослых, исправительных лагерях за хулиганство и нанесение тяжелых телесных повреждений. Едва выйдя на свободу, в 1977 году Мамыров снова оказался судим, так как совершил кражу, и к тому же угрожал должностному лицу в процессе следствия. За это он отсидел 3 года. В 90-е годы, после распада СССР, уже будучи вором в законе и достаточно высоко находящимся в криминальной иерархии человеком, Нурахман Мамыров также немало раз был осужден и нередко оказывался за решеткой. Правда, влияние его было столь велико, что пребывание в колониях практически не мешало ему осуществлять руководство, подчиненными. Так, в 1996 году, в апреле, его задержали, так как заподозрили, что он осуществлял давление на администрацию одной из исправительных колоний города Новоалтайска. За это он отсидел полтора года, 1997-1998 годы. В мае 1999 года, Мутая снова задержали в Барнауле, и нашли при нем около полутора граммов героина, это стало причиной годичного лишения свободы, вышел весной 2000 года. Затем, почти без передышки, последовал срок длительностью два с половиной года, с 2001 по 2003 годы, присужденный Железнодорожным судом Барнаула. После этого в биографию вора Мутая вписались еще несколько задержаний, но уже без судимостей. А последний свой срок Нурахман Мамыров получил за подстрекательство к убийству. В 2004 году, зимой, киллер по приказу Смотрящего, сбросил на лед замерзшей реки аллей человека, который мог бы стать конкурентом, Мутая, Владимира Якушина, также вора в законе, носившего прозвище Узбек. Дело долго считалось несчастным случаем, но был найден и посажен фактически убийца, который решил сотрудничать со следствием и спустя шесть лет выдал правосудию заказчика, им и оказался Мамыров. По этому делу Мутая задержали лишь в 2010 году, а спустя еще год, в 2011, суд вынес окончательный приговор, семь с половиной лет лишения свободы. Однако этот срок вор не досидел по причине своей смерти в колонии.